Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Легенда алтайского телевидения 90-х годов. Человек-экспрессия с безограничным чувством юмора и колоссальной энергии. Сегодня в Барнауле простились с известным журналистом Владиславом Сухачевым. Суд над судьей. В Барнауле близится к завершению процесс по сотруднику арбитражного суда, которого обвиняют в получении взяток, с чем не согласен обвиняемый. В Манжероке закрыли зимний сезон, чем удивляли гостей масштабного праздника. Смертельное ДТП произошло сегодня утром на одном из железнодорожных переездов края. В Топчехинском районе поезд сбил машину, в которой находился пожилой водитель. Он погиб на месте. Как сообщает очевидца, он хотел проскочить перед приближающимся поездом. Машинист состава, увидев авто, экстренно затормозил, но расстояния было недостаточно. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, а пригородный поезд Рубцовск-Барнаул в результате аварии был задержан на 17 минут. По данным филиала РЖД по Алтайскому краю, это второе ДТП на железной дороге с начала года. Начало призыва, новые правила для детских пособий и оплату услуг ЖКХ. Эти и другие нововведения вступили в силу для жителей края с приходом апреля. Подробнее о ней знает Анара Шагирова. Встать в строй. 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную службу. Призывать в армию будут мужчин, не пребывающих в запасе в возрасте от 18 до 27 лет. Всего планируют набрать 147 тысяч россиян. Призывная кампания продлится до 15 июля. Отмечается, что новобранцев не будут отправлять в зону СВО. С сегодняшнего дня действует новый порядок Минтруда об установлении инвалидности. Теперь основанием для этого может стать ранение или заболевание, полученное в ходе выполнения воинских обязанностей по контракту в качестве добровольца. Владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Теперь стоимость общедомовых услуг будет рассчитываться по счетчику. При их отсутствии размер платежа сформируют в соответствии с нормативами. Помимо этого, нуждающиеся на полгода получат субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ. Собственникам квартир пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год. С 4 апреля начнут действовать новые правила по детским пособиям. Теперь родители и опекуны при обращении за выплатами на ребенка должны будут предоставлять данные о своих доходах, а также движимом и недвижимом имуществе. Анна Рашегирова, День с толком. Пенсии выросли у 80 тысяч жителей края. С апреля по всей стране проиндексированы социальные выплаты. Это значит, что у инвалидов, детей, сирот и еще ряда категорий пенсии выросли на этот раз на 3,3%. Сейчас средняя социальная пенсия по Алтайскому краю составляет чуть более 12 тысяч рублей. На размер выплат также влияет районный коэффициент. В зависимости от места проживания в регионе он колеблется от 15 до 20%. 15 это недостаточно высокий. Это же северные надбавки так называемые. То есть у нас это районы в основном засушливые и районы, ну скажем так, мы же не совсем северная территория, правильно? Добавим, социальные пенсии получают инвалиды, сироты, люди без права на страховую пенсию, а также дети без кормильца. Процент ежегодной индексации напрямую зависит от уровня инфляции в стране. В Барнауле продолжается суд над судьей, которого обвиняют в получении взяток. Разбирательство идет в отношении сотрудника арбитражного суда края, который на время процесса отстранен от своей должности. Сам он утверждает, что денег не получал, противоправных действий не совершал. И вот сегодня на очередном заседании суда Алексей Городов вновь выразил несогласие с обвинениями в его адрес по шести эпизодам получения взяток. Почеркнем, что суд над Городовым идет почти два года. По версии следствия, судья за деньги выносил нужные решения. Подробнее в нашем материале. Следователям удалось доказать получение Городовым взяток на общую сумму почти 5 миллионов рублей. Он уже третий арбитражный судья, который обвиняют в коррупции. Двое его коллег, Руслан Терри и Владислав Колесников, осуждены. Они получили по семь лет колонии строгого режима. Чтобы возбудить дело против Городова, понадобилось представление главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Доводы обвинения в анализируемой части я не признаю, а спариваю в полном объеме, считаю их полным вымыслом и оговором. Денежных средств долгового я не получал. Последний для их передачи в мой кабинет в указанное обвинение время, в том числе в сопровождении Питсуна, не входил. Денег мне не передавал ни в кабинете, ни в помещении суда. Алексей Долгов, о котором говорил и сегодня в рамках реплик Городов, юрист и бывший арбитражный управляющий. По данным следствия, он принимал участие в пяти эпизодах получения взяток Городова. За нужные долговые решения по делам о банкротствах арбитражный судья, по данным следствия, получал по полмиллиона рублей. Взяткой следователи посчитали и продажу Городова автомобиля по заниженной стоимости. Кстати, еще в 2019-м арбитражного управляющего Долгова осудили условно. До этого он активно сотрудничал со следствием. Между тем, Городов утверждает, что у них с Долговым случился межличностный конфликт. И тот обещал лишить его мантии. Телефонные разговоры, рассекреченный ФСБ, по словам Городова, доказательство того, чем целенаправленно занимался Долгов и не только он. ФСБ фиксирует, что в отношении меня все, что происходит, это планировалось, это готовилось. А мне вменяют обратно. Ну много не надо взять рассекреченный материал ФСБ и прочитать, как каждый день, кто что планировал. Городов настаивает, что работал честно. И все, что происходит, это намеренная его дискредитация и оговор. К слову, на время следствия и суда полномочия судьи приостановили. На его имущество стоимостью 10 миллионов рублей наложен арест. Городов же уверен, что стоимость имущества слишком превышена. К примеру, моторную лодку 1977 года он брал якобы за 5000 рублей, а оценили ее в 200 тысяч. Следующее заседание по судье с 10-летним стажем назначено на 10 апреля. Там ему предоставят последнее слово. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Сфера сельхозмашиностроения края – лидер по импортозамещению. Такое заявление сделал губернатор Виктор Томенко. Глава региона посетил одно из ведущих предприятий отрасли, где выпускают стационарные зерносушилки. За последние годы завод удвоил объемы выпуска и расширил географию продаж до 60 регионов страны, а также ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана и Монголии. Об этом далее. За два года удвоить объем выпуска и расширить географию. Алтайское предприятие по производству сельхозоборудования покоряет специализированный рынок страны. Местные зерносушилки покупают уже 60 регионов, а также Монголия, Казахстан и Белоруссия. В условиях санкции завод предлагает качество на уровне импорта, но за более приемлемую цену. Предприятие сельхозмашиностроение у нас лучше всех, пожалуй, из других отраслей, в сравнении с другими отраслями, поработали по импортозамещению. Высокоточечное оборудование следует задачи оператора. Участки лазерной резки, автоматизированной сварки, обработки и другие обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции. Еще один вид продукции – ликвилайзеры, агрегаты для внутрипочвенного вынесения жидких удобрений. По словам фермеров Завьяловского района, так они повышают урожайность подсолнечника до 30 центнеров, что втрое выше, чем у соседей. Если брать все направления нашей техники, у нас более 35 сотрудников сервисной службы. Укомплектованы автомобилем, инструментом, все полностью, поэтому реагирование 24 на 7 у нас. Глава региона Виктор Томенко напомнил, что государство поддерживает развитие сельхозмашиностроения, предоставляет льготные займы до 1,5% или льготы до 80% для подключения участка к инженерным сетям. Анастасия Дороган, День с толком. С выше 6 тысяч заявлений всего за 3 апрельских дня поступило от барнаульских родителей о зачислении детей в школы. Всего в этом году они планируют принять около 10 тысяч первоклассников. Но проблема нехватки мест в школах, шаговая доступность еще остается актуальной, по крайней мере для индустриального района Барнаула. Частично решить этот вопрос должен ввод новых образовательных учреждений. Так, в микрорайоне «Спутник» новая школа, которая начнет работу с нового учебного года, позволит разгрузить сразу три учреждения – 114-ю школу и два лицея – 101-й и 121-й. Дети из других новых микрорайонов, где еще нет школ, будут приняты в те образовательные учреждения, где останутся свободные места. Например, жилищный комплекс «Времена года» будет обслуживать 114-я школа, а детей из квартала «Норд» – 84-я. Сейчас рассматривают вопрос о подвозе учеников, а пока придется нарушать некоторые правила. На сегодняшний день, для того, чтобы все-таки обеспечить детей по максимуму, по месту жительства, мы, к сожалению, идем на нарушение. Порядка 38-36 детей в класс мы будем принимать. А по нормам должно быть? А по нормам должно быть порядка 30. Но нормы, они зависят от метража. То есть 2,5 метра на одного ребенка. Алтайская журналистика осиротела. Больше сотни человек пришли проводить сегодня в последний путь журналиста, шеф-редактора «Вести Алтая» Владислава Сухачева. Известный корреспондент и телеведущий скоропостижно скончался в ночь на 1 апреля. Для нескольких поколений телевизионщиков он был примером для подражания. Во время студенческих практик давал ценные советы и помогал осваивать это ремесло. Именно так он относился к журналистике. Попрощаться с ним приехали и сотрудники нашей редакции. Уехал в командировку снимать свой лучший сюжет. Сегодня так легче думать всем. В скоропостижный уход для ведущего, шеф-редактора «Вести Алтая» Владислава Сухачева отказываются верить близкие друзья, зрители, коллеги, молодые журналисты. «Последнее задание, которое он мне дал, это было в среду вечером. Он мне сказал, с тебя, говорит, сессия, включение, и больше я тебя не трогаю. Сделай мне это, чтобы даже это было интересно, чтобы всем было понятно и классно. И уехал. Он всегда уезжал где-то в 5.30, в 6 с работы. И он уехал, и я говорю, отлично, все классно. Я уехала утром на сессию, сделала, вот сдала я ее, только уже не ему. Добрый вечер. В эфире информационная программа «Алтай». Как всегда, в течение ближайших 20 минут вы узнаете самые свежие новости со всего края. Он выделялся даже внешним видом. Яркий и харизматичный. С первого выпуска полюбился зрителям. На экране Владислав Сухачев появился в 96-м с интересом, азартом, юмором, а где-то даже немного по-хулигански рассказывал зрителям новости. Снимал для них крутые репортажи. Чего стоят его легендарные сюжеты на 1 апреля. Так памятник Гопнику стал настоящей информационной бомбой в медиапространстве. Главная интрига. А где же будет установлен памятник Гопнику? Последнее слово за инвесторами проекта. Я думаю, что судя по тому, что в наше время во всех трамваях было нацарапано гвоздем поток королей, я думаю, это должен быть поток. До начала карьеры телевизионщика Владислав Сухачев сочинял тексты, пел в известной рок-арт-группе «Дубовая роща» и уже привлекал внимание СМИ. Мы познакомились в 1991 году с Владиславом. Это было в Алтайском государственном университете, в редакции газеты «За науку». Я там работал. Владислав пришел с коллективом «Дубовая роща». Мы сразу сделали несколько интересных совместных публикаций в газете. Потом сделали несколько концертов, которые были посвящены рок-музыке в вузах. Творчество «Дубовой рощи» все прекрасно знают. Надо сказать, что само это творчество отражает в том числе и философию Влада. Философия самоиронии, философия положительного отношения к жизни, несмотря ни на что. Я Владислава помню еще с тех пор, когда они в свободном курсе своей компании устраивали сплав по Великой Сибирской реке Пивоварка. Это было, конечно, беспримерное событие. Причем самое интересное, что я подумал, что может правда где-то существует Великая Сибирская река Пивоварка. Вот такая была энергия, такой напор был, что я подумал, что правда где-то есть. А потом я узнал, что это вот этот ручеек, который течет по Барнаулу. И вот они так всех заразили, что в 90-е годы, когда казалось бы людям не до того, они вот так всех заразили, что действительно получилась огромная какая-то акция. Какие-то байдарщики пришли, сплавлялись, народ там ходил, глазел. В журналистику Владислав Сухачев пришел после окончания математического факультета. В редакции Вестей он проработал почти 30 лет. В ночь с пятницы на субботу корреспондента не стало. Он скончался на 52-м году жизни. Врачи делали все возможное, но организм не справился с тяжелым состоянием. Известный телеведущий символично ушел из жизни 1 апреля. Сибирская медиагруппа приносит свои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Владислава Сухачева. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком. Их девиз «Без страха и упреказ». Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Скала» отметили свой профессиональный праздник. Созданная в 1993 году структура объявила о бой организованной преступности в 90-е. Боевикам в 2000-х выполняет сложные задания и сейчас. Специальный отряд быстрого реагирования «Скала» 30 лет стоит на страже безопасности. Для этих бойцов не существует разницы между мирным и военным временем. Но самые тяжелые страницы в истории подразделения – командировки в горячей точке. Чечня, Грозный в 95-м, конфликт под Комсомольским и еще сотни мест. Преступность, она взвыла после того, когда начало работать региональное управление ОРБ, называли по-разному в каждый период. Но когда эти бойцы, бойцы СОБРа, силовая поддержка РУБОПа, начали ломать эту преступность. И только благодаря вот этим бойцам, вот этим ветеранам, огромное спасибо говорит вся страна. Только за последние три года в ходе спецоперации они изъяли больше 80 единиц огнестрельного оружия и больше 5000 боеприпасов, а еще свыше 20 килограммов наркотиков и почти вдвое больше взрывчатки. СОБР действительно прошел непростые испытания. Была потом вторая кампания, были и другие моменты. И сегодня вы решаете задачи по графику за ленточкой. Я что вам хочу сказать? Ваша выучка и героизм, их не надо доказывать. Они доказаны ветеранами, они доказаны сегодня вашими делами. Чтобы поздравить сотрудников СОБРа с юбилеем, творческий коллектив «Войск правопорядка» представил вниманию зрителям многожанровую концертную программу, рассчитанную на все возрастные категории от молодежи до ветеранов. Более 30 артистов, хора, танцоров подарили сотрудникам Росгвардии свои лучшие творческие номера. Это тот самый редкий момент, когда бойцы могут отдохнуть и отвлечься от боевых задач. Дмитрий Дроздов, День с толком. Один из старейших юношеских турниров страны, посвященный памяти героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Григорьева, прошел в Новоалтайске. Он собрал 150 юных борцов из 10 регионов страны. Этот турнир – традиционный турнир. Мы рады, что он проводит в нашем городе, посвященный нашему знаменитому землету. Торжественное открытие 52-го турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти Ивана Григорьева, прошло патриотично. Минута молчания, душевные выступления артистов и почетных гостей города. На турнир приехало полторы сотни юных борцов из 10 регионов Сибири и далекого Камчатского края. Как оцениваешь свои силы? Ну, сейчас в 1-4. Думаю, дойти до финала. Знаю соперник, что сейчас кандидат в мастера спорта. Мы уже встречались с ним. Он, по-моему, один раз выиграл, я один раз выиграл. То есть, в принципе, вы примерно все равно? Да. Коля занимается почти 10 лет. На бой настраивается, слушая музыку. Ведь это контактный вид спорта, в котором важно подобрать индивидуальный ключик к каждому сопернику. В этот раз мы привезли 9 участников у нас будут бороться. Планы у нас амбициозные. Очень-очень желаем, чтобы кто-то из наших воспитанников поборолся в финале на этом турнире. Представители Алтайского края традиционно сильны. Сильны. Этот вид спорта здесь очень популярен, развит. И мы опасаемся встреч с вашими борцами. Новоалтайск по праву называют городом борцов. Ведь здесь подготовили более 70 мастеров спорта СССР и России по греко-римской борьбе. 8 мастеров спорта международного класса. Ну, начинался турнир с чего? Да ничего, финансирования не было. Никто нам деньги не давал. Мы где-то выкраивали, там, судейские, на них призы покупали. Ну, по крайней мере, проводили. Все были довольны. Во-первых, ребята боролись. Но здесь опыт огромнейший. Особенно рядом, кто живут, ну, города Бийск, Унцовск. Это менее затратно приехать сюда, чем ехать куда-то в Москву. А ведь и сам когда-то боролся на ковре, вспоминает заслуженный тренер России Юрий Казаков. Именно он является одним из последователей и основателя турнира Владимира Кулешова и его организатором на протяжении более 15 лет. Борцовское сообщество всеми силами развивает этот вид спорта, вовлекая в него подрастающее поколение. Юлия Щепина, Михаил Филиппов. День с толком. Масштабный фестиваль в честь окончания зимнего горнолыжного сезона прошел на Алтае в Манжироке. На праздники побывало больше 10 тысяч гостей. Не только из Сибири, но и со всей страны. Они стали зрителями яркого шоу, а еще оценили уровень всесезонного курорта Сбера. Подробнее в нашем сюжете. Горловое пение, народные легенды и сказания. Алтайские исполнители заворожили зрителя. Со сцены фестиваля Манжирок-фест, благодаря национальным инструментам в руках умелых артистов, доносились рев медведя и пение птиц. По весеннему оживала природа. Манжирок-фест. Гости включались в народные танцы и соревновались в национальных состязаниях. Для самых маленьких Манжирок-фест организовал встречу с любимыми героями мультфильмов. Специальным гостем программы стала известная российская певица Пелагея. Всесезонный курорт Манжирок – один из крупнейших в России. Зимой сюда приезжают сноубордисты и лыжники, в том числе профессиональные спортсмены. Они могут тренироваться и участвовать в соревнованиях на горнолыжных трассах длиной в 22 километра. Для любителей активного отдыха действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, с которых к тому же открываются сказочные виды. В прошлом году мы после 45-летнего перерыва возобновили всероссийские соревнования и провели этап Кубка России по горным лыжам. В этом году также этап Кубка России по горным лыжам и уже международные соревнования. Пока на курорте Манжирок гостей встречает гостиница и ресторан с национальной кухней. Но совсем скоро здесь откроют новый пятизвездочный отель на 304 номера. Он обещает быть самым большим в России отелем премиум-класса. У нас много планов, много объектов, которые мы планируем строить. Это большой семейный парк, это новые канатные дороги, новые горнолыжные трассы, которые будут более 67 километров по протяженности. Это панорамный ресторан на вершине горы и много других объектов. Уже скоро на смену лыжникам и сноубордистам сюда приедут любители пеших прогулок и велосипедисты-экстремалы. А это значит, с закрытием зимнего сезона начнется новый яркий этап в жизни всесезонного курорта. Анна Рашагирова. День с толком. Анна Рашагирова. День с толком.